Привет, ребята! Меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить легендарную RPG под названием Готика. На этот раз мы идем к башне Ксардоса, и давайте попробуем пойти вот этим вот путем. Честно говоря, я уже очень долго бегал, тут меня уже успели тюкнуть, потому что появились новые монстры. Мы на землях орков, вот в землях, по-моему я неправильно произнес, в земле, на земле, на земле, на земле орков, мои товарищи, коллеги, да, именно так. И похоже, что нам тут не особенно-то и рады. Вон она, башня Ксардоса, одна такая, единственная, прекрасная, вот. Да. Скоро нам, наверное, повстречаются големы, ну, такие вот твари жестокие, давайте мы сохранимся. Честно говоря, все я поменял, не стал себе магию прокачивать, просто укупил более легкие заклинания, потому что нам нужно прокачать себе владение двуручным оружием до предела. Здорово. Да падла. Что такая наглая-то? Так. Вот поэтому я и сохранился. Поэтому я и сохранился. Какое бы броневое оружие мы ни взяли, все равно получаем люлей. Стабильно причем. Так. Ага. Здорово, подходи. Так, прекрасно. Так, еще минус на нуле. Офига себе, рашем пошел. Это у них тут начальник, что ли, да? Прекрасно. За них еще опыта дают мизер просто. Это очень плохо и отвратительно. Так. Целительные травы. Ну, давайте жрать целительные травы, фигля. Раз ситуация такая скверная. Так, остер. С остера давайте мы будем теперь все добро собирать, потому что с деньгами у нас не так уж все круто, как могло бы показаться. Конечно же, мы будем теперь сохраняться постоянно. А я уже был почувствовал, что я все могу. Ага, ага. Конечно, да. Сейчас. Сейчас. Разбежался. Как оказалось, крутые доспехи нам не дают еще особого преимущества. Кусач. Так. Ну, с этими мы легко разобрались еще относительно. Но то, что так же легко будет и дальше, ничего не значит. Эликсир. Старый боевой топор, который, скорее всего, нам нифига и не пригодится. Так, первый голем, да, мы пришли туда, куда нужно. Как раз по расписанию. И для этого голема у нас есть молот. Правда, не самый лучший, конечно же, уже по нынешним меркам. Но все же. Давайте воспользуемся тем, что есть. Ух. Так. Уже мы начали неважно, поэтому перезагружаюсь. Потому что нам лечиться особенно нечем. Надо его аккуратно тюкнуть. Заспамить, так сказать. Возвращаем себе старое оружие. Так же сохраняемся. Так, и на следующем уровне мы сможем пойти себе двурусник прокачать до максимума ржавый меч. Так, и дальше у нас идет ледяной голем. Соответственно, давайте мы себе поставим побольше огненных стрел. Сохранимся. Следующий свод. Кстати, я кое-что, по-моему, забыл сделать. Я забыл обыскать голема. Опа. Сердце каменного голема. Отлично. Точно. А может быть, я и тогда упустил, когда мы в башню пошли. Ну что? А, мана нету. Мана закончилась, да? Нема. Нема мана. Так. Ну, у нас есть тогда травка вот такая замечательная. Вот и все. Бобик сдох, кина не будет. Прекрасно. А, значит, у нас сейчас был лед, потом... Ой, сейчас был лед, да. Значит, следующий будет огонь. И мы уже тут сделаем ледяную стрелу. Или плохо будет. Нет, нет. Лучше сделать себе ледяную глыбу. Да. Так. Ну и, конечно же, давайте мы возьмем у этого товарища. Ух ты. Частица ледяного голема и сердце ледяного голема. Ну, мы и то, и то возьмем и сохранимся, как всегда. Ай, шикарно просто. Так. Ну, че, кто у нас будет следующий на очереди? Наверное, огненный голем, я так думаю. Ага, он самый, только он... Ой! Он уже согрелся. Так. И не зря. Не зря я сохранился. Да, ваша эта ледяная глыба, полная гуано. Значит, что мы поставим? Ледяную стрелу поставим. Ой, огненную стрелу. Так. На четвертый слот. И сохранимся снова. Следующий. Ну, конечно же, скорее всего, с огненным големом придется попотеть изрядно. Потому что он так хитро расположился. Как? Что я делаю? Что я делаю? Я только сейчас сообразил, что я пытаюсь огненного голема огненными стрелами завалить. Да. Бывает же такое, правда. Ледяная стрелу, конечно же. Снова сохраняемся. И на этот раз, я думаю, мы сейчас как-нибудь так аккуратненько попробуем его мочкануть. Ага. Аккуратно. Ай-яй-яй. Так, мана. Вот теперь нам мана нужна. Вот теперь нам мана важна. Ага. До свидания. Фух. Вот это было жестоко просто. Самый отстойный голем. Потому что заклинаний нормальных у нас на нее не было. Пришлось от него бегать туда-сюда. Но ничего, мы его завалили в любом случае. Снова сохраняемся. Ну и красотища какая. Ну и, соответственно, получили кучу опыта. С этих, со всех големов. И что у нас скоро дальше будет? Так, мы уже в самой башне. Так. Ну, отличненько. Все, пошли. Опа. Так. 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 Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? О-о-о. Что ты есть? Слуга своего повелителя? Ты похож на порождение ада. О-о-о. Хочешь, чтобы я замолчал? Так. Мне нужно поговорить с твоим повелителем. О-о-о. Не доверяет? Мне? Что за испытание? О-о-о. А, я понял. Тот, кто хочет поговорить с твоим повелителем, должен прежде доказать, что он этого достоин. Постой, что это было? Доказательство? Победа? Над чем? Победа над стихиями? Камень? Лед? Огонь? Угу. Вот сердце каменного голема. Так. Что? Верно. Не хватает? Так, на. Это... Двойство застает. Замечательно. А-а-а. Как насчет сердца огненного голема? О-о-о. О-о-о. Совершенство? Я выдержал испытание. Если так, я желаю поговорить с твоим повелителем прямо сейчас. Контраргументы? О чем это ты? Руна? Руна для меня? В таком случае я принимаю руну телепортации в знак твоего доверия. О-о-о. Смертный? Кто? Я? Ладно, я иду. Давайте мы сохранимся и попробуем замочить его. Мне просто интересно, что будет. А ему пофигу, абсолютно. Смертный? Так, мы получили руну телепортации. А, у нас маны не хватает, что ли? Стоит маны пять. А, у нас, наверное, маны не хватало, да? Давайте мы сейчас примем еще немножко маны. Так. Вот, здрасте. Я уже думал, багануло, что ли, что-то. Но нет, нет. Оказалось, все гораздо проще. Кого это он там пытал? Что скелетон аж висит по-прежнему? Или опыты ставил какие-то жуткие над кем-то? Хорошо. Так. Да, жестоко, жестоко. Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Зовут меня. Я не желаю знать твое имя. Это несущественно. Куда важнее то, что за долгие годы ты первый, кто сумел разгадать загадки моего голема. Да, хорошо. Меня прислал Сатурас. Нам нужна твоя помощь. Маги воды хотят использовать свои запасы руды. Решение кроется не в этом. Не в этом? Нет! Все маги огня мертвы. Их убил Гомес. Это меня не удивляет. Тупые мясники-варвары в замке. Им нельзя было доверять. Помогая Гомесу захватить власть, користы и остальные сами сунули голову в петлю. Говорят, что так называемый спящий на самом деле является злым демоном. Это выяснили члены Болотного Братства. Маги воды уверены, что вся колония находится под угрозой. Эта опасность больше, чем может себе представить любой, кто находится внутри барьера. Если взрыв Железной Горы не предотвратит угрозу... Забудь о Руде. Она не в силах обрушить барьер. Если бы Користа и Сатурас не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы, Сейчас они бы знали то же, что и я. Что именно? Ни один из двенадцати магов не прекращал ломать голову над вопросом, почему они не в состоянии контролировать барьер. И почему он разросся до таких гигантских размеров. И ты нашел ответ? Ну, ясно одно. Ответ находится под городом Орков. Город Орков? Орки вовсе не звери, как думают большинство людей. Их культура насчитывает столько же лет, сколько и человеческая. Несколько веков назад пять орков-шаманов призвали древнего демона в надежде, что он поможет им победить всех врагов. Этот демон — это и есть спящий? Это имя Орки дали ему намного позже. Но я не скажу тебе, почему они его так прозвали, и почему сейчас это сверхъестественное создание внушает им такой ужас. Не скажешь, но почему? Я думаю, что ты можешь быть... Нет! Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, я дам тебе одно задание. Какое? Слушай внимательно. Орки изгнали одного шамана из города. Так. Давайте сразу к делу. Где живет этот изгнанный шаман? Отправляйся на восток, к старой крепости. Ты не заблудишься. Она стоит на вершине горы, и ее видно издалека. В нее можно зайти? На самом деле от старой крепости остались лишь обломки стен. Она была разрушена еще несколько десятилетий назад. Я представляю, где это находится. Какое отношение этот шаман имеет к моему заданию? Он расскажет тебе вторую часть истории о спящем. Едва ли шаман Орков захочет говорить со мной. Ты хочешь, чтобы я помог тебе? Или нет? Вообще-то да, но... Тогда больше никогда не подвергай сомнению мои слова. Найди шамана. Он не слишком ладит со своими сородичами из города Орков. Так что, возможно, он выслушает незваного гостя, прежде чем превратить его в живой факел. Звучит обнадеживающе. За что они изгнали его? Когда один из моих демонов пытал оркского воина, тот уже умирал и был не в состоянии ответить на этот вопрос. Я добьюсь ответов от этого шамана. Мой слуга уже отдал тебе руну телепортации. В любой момент она перенесет тебя в пентаграмму, которая находится в нижнем зале. У тебя не будет проблем с возвращением. Хорошо. А были и другие? Их было немного. И когда они надоедали мне, я ознакомил их со своими сверхъестественными созданиями. Похоже, ты ценишь свое уединение. Да. Я хочу постигать суть магии. Так. Смерть нежити интересная штука. Создать голема, создать скелетов. Но нам из этого ничего не нужно абсолютно. Поэтому мы просто отсюда уйдем. По возможности. Но вопрос в том, как мы уйдем отсюда, я так и не знаю. Так. Давайте мы выпьем бутылочку. Попробуем. Так. А выйти отсюда? Как отсюда выйти? Может мне кто объяснить? А то я просто... Судя по всему, что-то не понимаю. Отсюда же ведь как-то можно выйти? Или нет? Сундук. Опа. Куча зелий. Замечательно. Это нам только в пользу. Еще сундучок. Снова куча зелий. Отлично. Но. Но. От этого я, однако... Все равно не понимаю, что нам здесь делать и как нам отсюда уходить. Может быть, если только использовать руну телепортации к болотному лагерю. Да, скорее всего, только так. Только так, если... Значит, болотный лагерь. Все. Здесь мы используем с вами зелье скорости. Знаете, мы зелье быстроты используем с вами... Да, сейчас давайте, чтобы времени тратить лишний раз попусту. Мы сразу же пойдем туда, куда надо. Чтоб все было у нас с вами просто замечательно. Я надеюсь, что мы успеем. Потому что идти нам не так уж и далеко. Помните, да, крепость, которую я пытался осмотреть? Но она оказалась совершенно пустой, непригодной. Вот. Поэтому я просто ушел оттуда. Пошел дальше. Надеюсь, что я все правильно понял. И именно там находится наш этот орк, шаман, который все-таки с нами поговорит. Да, блин. Как я не люблю вот это место. Дурацкое. Застревает персонаж постоянно по каким-то непонятным причинам совершенно. Какие причины? Без понятия. Но они есть. Тем не менее, эти причины существуют. Какие-то странные аномальные места, в которых любой человек может застрять. Да. И снова мы идем на эту гору. К сожалению или к счастью, я не знаю точно. Но в любом случае, потом оттуда можно будет сразу телепортироваться к Сардосу. А от него уже, скорее всего, соответственно, к магам воды. Если потребуется. То есть у нас теперь бесконечный портал есть. И это очень круто. Это очень круто и замечательно. Ну, от старого лагеря, конечно же, портал нам не нужен. Поскольку толку от него. Пшик. Абсолютный. И вот теперь где-то здесь, по идее, у нас расположен будет... Вон оно, вон оно, да, по-моему. Обломки. Обломки древнего строения. На другой стороне моста. Да, это круто. А вон, кстати, башня Ксардоса. Чуть левее. Как все расположено рядом. Прям так. Мило-мило. Вот здесь, по идее, где-то находится этот орк. Опа-на. Так. Сохранимся. Так. Вот здесь. 14-й слут. Ай, хорошо. Ух ты. Вот, замечательно. Краш Брондер. Понаберем, давайте, на всех случаев. Должен благодарить незнакомца. Плохие орки хотели убивать меня. Старые братья теперь враги. Так. Почему твои братья напали на тебя? Крушака не любят. Запятнал веру в Крушака. Считаю Крушака плохим демоном. Интересно. Кто это Крушак? Люди зовут Спать. Ты имеешь в виду Спящий? Да, люди говорят Спящий. Хорошо. Что тебе известно про Спящего? Быть пять братьев много зим назад. Быть сыновьями духов, как Крушак. Ты хочешь сказать пять шаманов? Позвали Крушака. Хотели победить клан врагов. Пять братьев построили храм под землей для Крушака. Подземный храм Спящего. Вот что имел в виду Ксардас, когда говорил, что вход в храм находится в городе орков. Интересно. Что случилось в подземном храме? Братья отдали сердце Крушаку. Но Крушак быть плохой. Крушак проклял всех, кто строил храм. У братьев нет сердца, чтобы быть мертвыми или живыми. Стали и тем, и другим. Теперь у Крушака есть сердца братьев. В сердцах есть сила Крушака. Что стало со строителями храма? Крушак проклял всех, строителей тоже. Все стали живые и мертвые, и то, и другое. Интересно. Неужели оставшиеся на поверхности орки не предприняли ничего? Они запечатали храм. Братья поклоняются Крушаку. Крушак получает жертву и не становится плохой. Крушак думал, что жертва — это плохо. Говорил братьям, что Крушак плохой. Братья не хотели слушать. Братья сказали Уршаку уходи. Братья ударили Уршака. Понятно. Мне нужно попасть в подземный храм. Ты можешь провести меня туда? Уршак говорит спасибо незнакомцу. Незнакомец спас Уршака. Но вход в храм быть дома. Уршак не может идти домой. Понимаю. Ты думаешь, что тебя не пропустят в город орков? Хм. Ты можешь показать мне город орков на карте? Дом Уршака быть там, где карта пустая. Незнакомец дает карту. Уршак рисует карту. Здорово. Ты хорошо рисуешь. Спасибо. Так. И похоже, прорываться туда придется с боем. Дома братья очень сильные. Братьев быть очень много. Незнакомец не ходи. Много воинов. Незнакомец умрет. Дома быть другие сыновья духов. Незнакомец с гореться и умрет. Понятно. Ладно, ладно. Но мне действительно нужно попасть в храм. Уршак знает путь. Незнакомец наденет улу-мулу. Улу-мулу? Что такое улу-мулу? Быть знаком дружбы. Братья уважают улу-мулу. Незнакомец наденет улу-мулу и не умрет. Хорошо. Где же я возьму эту улу-мулу? Незнакомец пойдет к другу Уршака. Друг Уршака даст незнакомцу улу-мулу. Незнакомец наденет улу-мулу и не умрет. Да-да, не умрет, я понял. Где искать твоего друга? Друг Уршака у людей в шахте. Друг не убежал с Уршаком. Друг тогда был болен. Понятно. Ты был в плену на старой шахте? Уршак не понимает. Хорошо. Тебя держали в свободной шахте? Уршак быть рабом в шахте под деревней в лощине. Уршак думает, что люди называли ее так. Спасибо тебе за помощь. Уршак благодарит незнакомца. Незнакомец спас Уршака. Незнакомец и Уршак теперь друзья. Друг получит подарок. Возьмет талисман Уршака. Талисман защитит его от дыхания огненных ящериц. Уршак не может идти домой. Уршак теперь живет здесь. Друг придет, когда нужна помощь. Позже ловлю тебя на слове. Так, хорошо. Что у нас там получается тогда? Нет, нет. Да, вот. Поиск Улумулу. Уршак, изгнанный шаман, рассказал мне, как проникнуть в подземный храм спящий. Они ввязывались в бой со всеми орками сразу. Мне понадобится Улумулу, что-то вроде священного знака, почитаемого всеми орками. Один из соплеменников Уршака может помочь в его изготовлении. Друг шамана содержится в одной из рудных шахт колонии. Ага, в одной из рудных шахт. Теперь попробуй найди, в какой именно, да? А, так. Некромант Сардос. Изгнанный шаман. Изгнанный шаман. Я спас урочего шамана по имени Уршак. Это его же собственного народа. В благодарность он рассказал мне оставшуюся часть истории спящего. Теперь я могу вернуться к Сардосу и завершить свою миссию. Да, давайте же мы телепортируем всех к Сардосу. Так. А у нас мана закончилась. Давайте мы... Так, вот у нас трава осталась еще. Так, хорошо. Давайте мы сейчас к нему сюда. Придем. Надеюсь, он нам что-то полезное скажет. Потому что, честно говоря, я не знаю, в какую именно шахту надо идти. Потому что та шахта старая, которая была, ее завалила. Мы туда, скорее всего, не пройдем. Так. Я добился ответов от шамана Орков. Ну так говори же. Пять шаманов призвали спящего и выстроили для него подземный храм. Вход в который находится в городе Орков. Все верно. Но демоны не знают благодарности. И спящий вырвал их сердца и обрек строителей храма на вечное служение ему в облике нежити. Хорошо. Очень хорошо. Орки запечатали храм и начали приносить жертвы, дабы умиротворить демона. Нашел ли ты путь ко входу в храм? Да, есть Орк, который... Избавь меня от подробностей. Отправляйся в подземный храм. Там сокрыт наш единственный шанс уничтожить барьер. Но я не понимаю. Не ты ли взывал ко мне о помощи, желая уничтожить барьер? Это так, но... Так иди же! Мы и так уже потратили впустую немало времени. Отправляйся в подземный храм и найди там ответ. Да, как это мило. Просто замечательно. И знаете, я даже не представляю вообще, куда мне идти. Давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok